Всем привет! Это пятая часть серии о роботах своими руками. В этой серии показана 3D печать внешнего блока для ведущего узла. Всего будет два ведущих узла. Каждый ведущий узел будет состоять из поворотного узла, изготовления которых я показал во второй части плейлиста, а также встроенного в поворотный узел редуктор с шаговым двигателем. Внешний блок ведущего узла состоит из двух основных деталей, нижней и верхней. Нижняя часть – это деталь поворотного узла, о которой я рассказывал во второй части. Фёдором я назвал свой концепт робота-домохозяина. Концепция моего робота включает в себя подвижную платформу, в которой будет находиться блок управления и взаимодействия с окружающей средой, а также бак для мусора и мини-турбина для работы в режиме пылесоса. Значимая часть работы при этом будет уделена руке-манипулятору, системой осязания и положения в пространстве. Эта рука-манипулятор должна будет работать со шлангом пылесоса. Основная функция этого робота – собирать мелкий мусор из шерсти домашних животных. Сейчас в нижнем правом углу кадра 3D-модель внешнего кожуха ведущего узла в программе Автокад. В левом верхнем углу печать крышки для редуктора ведущего узла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эта деталь является верхней внешней частью ведущего узла В платформе робота всего два ведущих узла и два ведомых И все они четыре, поворотные В следующих сериях покажу сборку подвижной платформы для робота И изготовление лидаров на основе лазерных дальномеров Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok